Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны, то сделайте это, чтобы замотивировать меня снимать как можно больше контента для вас. У нас сегодня наггетсы. Я зашла в приложение и увидела, что там платная доставка. И причем, знаете, подорожала доставка. Раньше она была чуть меньше, еще плюс теперь взимается за сервис. Непонятно, что это. Ну, в общем, вот. И что я сделала, как вы думаете? Я вспомнила, что у меня есть еще один телефон. И я загрузила на другой телефон приложение. И там уже все заказы были для меня бесплатные. Как первый заказ, я так поняла. Поэтому я сэкономила немножко. Ну и по-любому на новом телефоне мне уже нужно было загружать это приложение. Потому что старым телефоном я все реже и реже пользуюсь. Когда я только купила 14-й айфон, я особо, если честно, разницы не чувствовала между 11-м и 14-м. Я даже многих удивила своими высказываниями, что я особо разницы не чувствую. Но сейчас прошло уже сколько? Два месяца. С момента покупки. И сейчас я понимаю, что разница есть. И она просто огромная. Не только в диагонали экрана, но и в остальных, во всех параметрах. Уже когда я снимаю там для вас истории, что это такое. В общем, этот напиток рекламируют все наши местные блогеры. Они, например, снимают в тиктоке какие-то видео на фоне где-то. В общем, спонсор абсолютно всего. Я как жертва маркетинга решила тоже купить, но мне что-то не нравится. Он какой-то не очень. Маркетинг у них, конечно, мощный. Когда так часто продукт мелькает, хочешь, не хочешь, а я хочу его купить. Особенно когда у любимых блогеров. Ну, так себе. Какой-то пресный. В общем, что я могу вам сказать. Кто думает над покупкой 14 айфона, я вам смело могу посоветовать. Вот ни капли не жалею. Настолько мне удобно снимать на него какие-то короткие ролики. Я просто где-то месяц непрерывно использовала новый телефон. Снимала истории в инстаграм. А потом резко так получилось, что на этом телефоне зарядки не было. Мне надо было снять историю. Я включаю камеру, я понимаю, что она какая-то мутная. Пытаюсь ее протереть, но потом я понимаю, что это просто заводской вариант камеры, что она такая мутная. Вот, чувствуешь разницу именно тогда, когда на постоянной основе пользуешься одним телефоном, потом резко переходишь на старый, и ты понимаешь, какой он был стрёмный. Стрёмный, наверное, это не совсем то слово, которое подходит, но в любом случае, я просто в восторге от своего телефона. Я не сторонница каждый год менять телефон. Вот как только вышел последний айфон, бежать его покупать, нет. Это не мое, я считаю это не очень целесообразным, но раз в три года менять телефон, это норм. Опять же, даже сейчас, то есть, если бы я не была бы блогером, мне кажется, я бы спокойно походила и дальше с одиннадцатым. Еще годик минимум походила бы. Я увидела телефон моего друга детства, и я была просто в шоке. Я не видела в жизни настолько убитый телефон. Мало того, что телефон просто весь в царапинах, экран разбитый там наполовину, он носит этот телефон без чехла. Мало этого, он еще зажигалкой поджег там сердечко сзади. Не на чехле, а на самом телефоне. Я ему сразу сказал, нафига ты это сделал? Он говорит, поэтому у меня к Сиоми. А что, к Сиоми не жалко? Я вообще к телефону всегда относилась, и сейчас тоже отношусь как к своему какому-то другу. Я реально искренне люблю свой телефон. Если взять все предметы в моей квартире, начиная от камеры, заканчивая, не знаю, там, утяжком, плойкой, эпилятором и всем, что у меня есть. Самое дорогое для меня это мой телефон. Он больше всего времени проводит со мной. Мой телефон всегда рядом. Когда он на зарядке, я сильно скучаю по нему. Как можно так с телефоном? У меня еще есть такая привычка. Я не люблю свой телефон кому-то давать. Даже просто полазить. Не то, что это мои личные границы и так далее. Или человек может увидеть что-то личное. Наверное, да. Человек действительно может в моем телефоне увидеть что-то личное. Поэтому, даже если это подруга, не знаю, знакомый какой-то. Парень. Я не даю свой телефон. Как минимум. Потому что человек может просто зайти в творческую студию и посмотреть, сколько я зарабатываю за месяц. Может посмотреть, какие поиски у меня были в гугле за последнее время. Что я искала? Это даже лучше вам не знать. Я молчу про фото, про скрины. Если мне зададут вопрос, зачем ты это заскринила, у меня просто будет дудуш-эрор. Что сказать? Зачем я это заскринила? Я быстро не смогу придумать, зачем я это заскринила. Есть такой прикол Что вы сделаете с вашим телефоном, когда вы, не дай бог, скончаетесь? Я попрошу своих близких уничтожить мой телефон Дорогие подписчики, если вдруг резко что-то произойдет и меня не станет Я прошу вас настоять на том, чтобы мой телефон был уничтожен Там всякие сплетни Если залезть в мой телефон, можно понять, насколько я токсичная Кстати, твиксик же у нас остался в деревне Я так скучаю по нему Я даже подкармливаю здесь бездомных животных Я и раньше это делала Просто вчера Я специально пошла гулять с кормом Начала кормить животных на кошек в основном Твиксик в деревне Мы с мамой, когда разговариваем по видеосвязи Мама мне его показывает Он ни капли по мне не скучает Он нашел себе подружку Или друга Черная такая кошечка И конкретно они Стали такими кентами Правда, я не знаю, девочка это или мальчик Будем надеяться, что это девочка То есть, раньше местные коты его били Он боялся их А сейчас он просто кайфует И погода на улице классная И все равно общение с родичами Мама говорит, одна черная кошечка Вместе с ним поднимается наверх Кушает его же корм Вместе с ним спускаются Они внизу играются Короче, мама говорит Твикс вообще забыл про тебя Как тебя звать Кто-то такая Живет спокойно свою жизнь Вот кошки в этом плане Мне кажется, они очень Неверные У меня однажды Твикс был у подружки Где-то неделю И она мне отправляла видео Как он к ней подлизывается И когда спустя неделю он увидел меня Он даже не вспомнил меня То есть, мне кажется, в этом плане Собаки, они верные Спустя даже годы Собаки вспоминают своих хозяев Поэтому иногда у меня в голове Зарождается мысль Купить собачку Я недавно была у брата Спускалась вниз по лестнице Просто решила чисто для физкультуры Спуститься вниз Они на седьмом этаже живут И вот когда я спускалась вниз Поднималась девочка Со своей мамой И с шпицем Он был настолько милый, девочки Он был такой любвеобильный Я прям не могу И он как будто почувствовал Он сначала прошел около меня А потом вернулся ко мне Я его немножко погладила Такой мягенький Такой сладенький Недавно я у мамы спрашиваю Для тебя Мама говорит Идеальная старость Мама говорит Жить одна С собакой Купить себе какую-то собачку Ее выгуливать Маме нравится Как называется Как называется это порода Давайте фотку прикреплю Вот эти вот собаки Маме очень нравится Я думала Когда я задам этот вопрос маме Мама скажет На меня идеальное детство Ой Идеальная старость Это жить Со своей невесткой С детьми Внуками И так далее Послушала мама Говорит Нафиг надо Буду выгуливать собачку Вы будете ко мне приезжать Осталось всего 3 наггиса Было всего 20 штук Хорошо, что заказала 20 Сначала хотела взять 2 пачки Там в пачке 20 Потом думаю Куда я это все дену Слишком много будет С одной стороны В кадре красиво Когда много Но с другой стороны Куда я это дену У нас была собачка Когда мы жили еще в Саратове Она была во дворе Она была безумно любвеобильная В этом плане Мне очень нравятся собаки Потому что они прям Излучают позитив Когда смотришь на кошку У нее вечно недовольное Выражение лица Вот такое Но опять же С финансовой точки зрения Большую собаку содержать Мне кажется Это нелегко То есть кошка Что она ест Прям чуть-чуть А собака Я думаю Будет есть так же Как взрослый человек И это расход Да не только Много людей Которые покупают Например домашних животных Год второй играются Потом им надоедает Это все И потом они не знают Куда сплавить животное Вот это я считаю Очень большим грехом Лучше уж тогда вообще Просто как другие люди Те, которые говорят Я не люблю животных И вот все Живут без этой ответственности Потому что обратного пути нет Мы в ответе За того Кого приручили И это касается Не только животных Я считаю Что это касается И отношений На этом все Мои хорошие Огромное спасибо Что досмотрели Это видео до конца Не забывайте Ставить лайки И подписываться Всех люблю С вами была Лайки Пока